Музыка Кузнецов Дмитрий, директор по методологии и стандартизации в компании Боиттик Технологии. Занимаемся, мое подразделение, в основном научными исследованиями, работой с регуляторами. Все, что связано с подвижением темы информационной безопасности в массе. По-разному бывает. Бывает, что приходится что-то рассказывать специалистам, а бывает, что приходится что-то рассказывать школьникам, допустим. Совершенно разные уровни подготовки, разные уровни понимания, но приходится адаптировать материал под разную целевую аудиторию. Пресс-конференция, посвященная финтеху, использованию безопасности в финансовой технологиях. Ну, прежде всего, конечно, банковское обслуживание клиентов. Есть несколько тем, которые или недостаточно освещаются, или же с небольшим уклоном. Например, применение биометрии. Биометрия на слуху очень важна и надежна, хотя в ней кроется несколько таких неприятных для клиента, прежде всего, моментов. То есть всем известно, что биометрия – это хорошо, надежно и здорово, хотя на самом деле, например, для тех же мошенников биометрическая идентификация не является каким-то серьезным препятствием. И про это стоит поговорить. Или же те же самые технологии блокчейн. Там тоже есть масса нюансов, с которыми индустрия еще просто не сталкивалась. То есть их отработали в теории, но со временем это станет трендом и в мошенничестве, и в противодействии мошенничеству. С биометрией все очень интересно. Обычно, когда мы говорим про биометрию, надежность биометрии, говорят, идентификация по отпечатку пальцев вычисляет человека точно среди миллиона случайно выбранных людей. Но нужно понимать, что в этом случае речь идет о применении биометрии какого-то. Например, вы лично сфотографировали меня на телефон, вот у вас фотография, вы подали эту фотографию на вход биометрической идентификации, и она сказала, что на фотографии изображен Дмитрий Кузнецов. Так как вы лично сделали эту фотографию, вы совершенно точно знаете, что это я. Я Дмитрий Кузнецов. Но, к сожалению, в финансовых технологиях биометрия используется по-другому. Кто-то прислал фотографию, алгоритм сказал, что на фотографии Кузнецов Дмитрий, но это совершенно не значит, что именно Кузнецов Дмитрий эту фотографию прислал. Поэтому как идентификация клиента на той недоверенной стороне, на самом деле, не так уж надежна. Кроме того, опять же, когда мы говорим, что биометрия надежна, прежде всего, это отпечатки пальцев, изображение радужной оболочки глаза, все очень хорошо и серьезно. Но в реальности используется в финансовых технологиях идентификация по фотографии, изображение лица двумерное, и по голосу. Они дают, вот, ошибка ложного узнавания человека порядка 10 минус четвертой. Такую же ошибку дает, например, идентификация по четырехзначному случайному однократному паролю. То есть получается, что биометрия, та, которая реально применяется в финансовых технологиях, мало чем отличается по своей надежности от тех же самых однократных паролей. Это одна проблема, а вторая проблема в том, что никто не ломает биометрию или криптографию напрямую, используя там слабости. Просто из-за уязвимости приложения хакеры обходят биометрическую идентификацию, могут подменить фотографию, могут перехватить фотографию, использовать ее для подтверждения другой транзакции. И, к сожалению, здесь нет такого прямого решения входа. Используем такой механизм, все у нас будет хорошо, серебряной пули нет. Нужен целый комплекс решений, включая там анализ исходных кодов, анализ уязвимости и так далее. Биометрия будет работать так, как задумано, тогда, когда и остальные компоненты будут такими же надежными. То есть только в комплексе она может дать какой-то эффект, да. А один сильный кирпичик, естественно, все здание не усилит. Блокчейн — это тренд, от которого уже не уйти. Эти технологии использоваться будут. У них есть масса преимуществ. Но при этом есть несколько новшеств с точки зрения уязвимости и мошенничества. Прежде всего, это смарт-контракты. То есть замечательный соблазн алгоритмизировать договоренности между двумя субъектами. То есть не просто юридический текст, который не всем понятен, а четкий алгоритм, пройдя по которому, любой проверяющий получит один и тот же результат. Исполнен контракт, не исполнен контракт. Нарушены обязательства, не нарушены. К сожалению, как и любой алгоритм, здесь есть возможность для человеческой ошибки. То есть как ошибаются в коде программ, так же ошибаются в коде смарт-контрактов. Это дает новые возможности для использования уязвимости именно для мошенничества. То есть для нарушения контрактных обязательств, для вывода средств и так далее. Сейчас богатой практики на эту тему нет. Тут пока только лабораторные исследования на наиболее популярных блокчейн-платформах. Тем не менее, там некоторые случаи использования таких уязвимостей смарт-контрактов в истории были. И чем шире будет использоваться эта технология, тем чаще мы будем с этим сталкиваться. И к этому нужно быть готовы. При всех своих минусов для экономики, коронавирус, блокдаун, с точки зрения безопасности, он продемонстрировал бизнесу, что к критическим ситуациям нужно готовиться заранее. То есть в любой момент в природе может произойти что-то, что потребует перевести людей на удаленку. Или перевести офис куда-то. Если раньше это рассматривалось как чисто теоретическая, гипотетическая возможность, то сейчас всем стало понятно, что к переходу на удаленку, к перевозу офиса, к переводу документа оборота на перевозку документов курьера нужно готовиться заранее, заключать договоры, учиться контролировать удаленную работу сотрудников. Очень многие компании к этому не были готовы, и им пришлось в авральном порядке решать массу технических проблем, начиная от недостатков каналов связи и заканчивая неумением дистанционно работать с людьми. На основе этого опыта есть уверенность, что бизнес научится заранее прогнозировать неприятности, что такое возможно, и продумывать, а что мы будем делать, если такое все-таки произойдет. На мой взгляд, основная задача информационной безопасности не предотвратить какие-то негативные события, не всегда это возможно, а заранее подготовиться, что мы будем делать, если негативные события произойдут. Самая возможность эпидемии и даже более серьезных эпидемий, она прогнозировалась, рано или поздно такое случиться может. Да, и по идее, готовиться к подобным ситуациям нужно заранее, на уровне государства и на уровне бизнеса. Нынешнюю ситуацию можно рассматривать как проверку прочности и бизнеса, и государства, готовность реагировать вот таким вот серьезным потоклизмом, который, к сожалению, возможно и даже более серьезный. Ну, нужно понимать, что прессинг со стороны злоумышленников, он никуда не девается, он постепенно нарастает, то есть люди набираются опыта, появляются новые технологии, они учатся эти новые технологии использовать в своих интересах, ну и, соответственно, против интересов граждан и государства. То есть этот прессинг, он никуда не уйдет, что бы ни происходило с миром. Есть там и вот циклические повторяющиеся события, то есть, например, в новогодние праздники и в летние каникулы почему-то усиливается, увеличивается количество инцидентов. Это будет повторяться из года в год, это же мы ожидаем и в 2021 году. Не стоит рассчитывать на то, что вдруг снизится количество мошенничеств, скорее наоборот. А наоборот, опять-таки, да, появляются новые технологии дистанционного обслуживания в связи с коронавирусом и непременно недостатками технологий будут пользоваться мошенниками. К этому, опять же, нужно заранее готовиться. Старое никуда не девается, но появляются новые возможности благодаря удаленной работе и благодаря все большему переводу на дистанционное обслуживание клиентов в различных сферах бизнеса. Если говорить о недооцененных технологиях, необходимость которых стала понятна в последние годы, это прежде всего, конечно, реагирование на инциденты. То есть, раньше считалось совершенно нормально, ну, столкнемся с чем-то неприятным, да, с каким-то инцидентом и будем на месте решать, что мы будем делать. К сожалению, в большинстве случаев оказывается, что очень часто происходят ситуации, когда заметили, что нарушителям появились в сети предприятия. Когда начинаем расследовать, выясняем, что нарушитель присутствует в этой сети уже несколько лет, просто только сейчас его заметили. И решать что-то сейчас на месте уже поздно. А самое главное, перестать воспринимать свою сеть, свою IT-инфраструктуру как нечто защищенное. Нет, нужно всегда предполагать возможность, что где-то мы ошиблись, что нарушитель уже присутствует, и готовиться к тому, как этого нарушителя по каким-то посленным следам выявить. Для меня стенд-офф — это прежде всего продолжение нашей практики привлечения большого количества участников к мероприятиям по информационной безопасности. То есть, если раньше мы собирали очень тысячи участников, то сейчас удалось то же самое сделать в дистанционном режиме. Это по-прежнему интересно. Мы по-прежнему с гордостью показываем и рассказываем о том, что мы здесь делаем. И вот то, что эта традиция ежегодно собирать такое количество народа не исчезла с локдауном, конечно, очень радует.